Рекламно-информационная программа Слушайте доктора Добрый день, у микрофона Владимир Сметанин Я приветствую вас и приветствую наших гостей Это Надежда Буркова, заведующая организационно-методическим отделом Кировского областного клинического онкологического диспансера Надежда, добрый день Добрый день И Евгений Глушков, главный онколог Министерства здравоохранения Кировской области Добрый день Повод у нас для сегодняшней беседы такой торжественный и радостный Это 70-летие онкологической службы Кировской области Речь идет о том, что ровно 70 лет назад Наш онкологический диспансер стал отдельным самостоятельным учреждением здравоохранения Я думаю, начнем с поздравлений своих коллег, себя любимых Можно это сделать Вам сегодня позволено все В связи со знаменательной датой Конечно, хочется поблагодарить правительство Кировской области В лице Дмитрия Александровича Курдюмова Заместителя председателя правительства Также исполняющего обязанности министра здравоохранения Кировской области Андрея Вениаминовича Черняева А также нашего главного врача Набатова Игоря Федоровича Кроме того, хочется поздравить всех сотрудников С приближающейся датой За их тяжелый труд повседневный За помощь онкологическим пациентам В борьбе с их нелегким недугом За ваш ежедневный труд Но тут надо понимать, что во время нашего общения Такого разговора Работа продолжается Обязательно Мне бы тоже хотелось присоединиться к поздравлениям Евгений Александрович сказал Очень хорошие, добрые слова Помимо того, что нам очень помогают И правительство, и министерство Конечно, большую роль Играют наши ветераны Которые стояли у истоков нашей службы И, конечно, им отдельное спасибо Потому что до сих пор Они оказывают свою поддержку Свою помощь Любой из врачей может обратиться К своим ветеранам Которые очень много знают Очень большой опыт имеют И, конечно, и тем, кто сейчас работает А у нас сейчас тоже работает Несколько ветеранов в службе То есть врачи, которые стажисты Работают очень много лет Люди так солидно выражу возраст Да, которые отдали очень много лет Обязательно И сейчас они являются наставниками Для молодого поколения Очень много молодых Перспективных специалистов Приходит на работу И все они очень многому Учатся у как раз наших ветеранов Я так понимаю, что онкосфера Она одна из самых динамично развивающихся И, наверное, где-то возникает момент Когда ветераны, старожилы Они уже в какой-то степени Недопонимания у них возникает Или они стараются быть в курсе Всех происходящих событий Здесь надо сказать Что тут очень большой удел Отдается науке То есть у нас в онкодиспенсере Работают два доктора наук Четыре кандидата наук Которые постоянно совершенствуются Постоянно вносят какие-то новшества В оказание онкологической помощи В оперативной технике В системе химиотерапии Лучевой терапии То есть обучение идет непрерывно Медицинского персонала В этом случае Онкология, как и любая специальность Не только медицинская Вообще любая профессия Она же предполагает Что развитие идет постоянно И непрерывно Но какая-то база И основа Она остается незыблемой Поэтому основы Они все равно никуда не денутся То есть это же морфология Там заболевания Да, там какие-то основные Вот этапы развития Этой же самой опухоли Они никуда не деваются Да, меняются оперативные техники Меняются диагностические Там лечебные процедуры Методики Все совершенствуется Но база есть база Поэтому ветераны Конечно, они оказывают Большую поддержку И в плане базовой основы Это замечательная поддержка И опора, и основа Они всегда помогают Безусловно, современная Онкологическая служба Нашего региона Существенно отличается От того, что было 10-20 Уж тем более 70 лет назад Когда вот у истока Все это еще начиналось Давайте немножко по истории пройдем Там официальная история Говорит о том, что еще до войны Первая помощь в этой сфере Начала оказываться Собственно, это официальное основание Это 1947 год Давайте пройдемся по основным вехам Этапам развития онкологической службы Наверное, надо сказать Что онкологическая служба В Кировской области Начала развиваться еще в 40-е годы То есть это было действительно до войны И представлена она была Онкологическим кабинетом Доктор принимал население С какими-то проблемами Онкологического плана В то время диагностика была Не так развита С проблемами обращался А потом уже выяснялось Что такого рода Все правильно Как правило К врачу-онкологу приходят уже люди Которые Ну, допустим, мы терапевта побывали Еще у какого-то специалиста У которого уже есть какие-то предпосылки Что там, возможно, есть онкологическое заболевание Он уже приходит к онкологу Как к специалисту Который действительно может это Уже подтвердить Либо опровергнуть Конечно, служба была представлена Только одним кабинетом Это было очень мало Ну, и диагностика в то время была Не так сильно развита Поэтому пациентов таких было не так много И действительно, в 1947 году Официально было Принято решение Постановлением Облсполкома На тот момент В современной структуре Это не здрав Тогда Облздрав отдел Да, конечно, что было выделено На отдельное помещение На отдельное помещение На Энгельса 80 Где был открыт И поликлиника И была первая операционная И было Несколько, по-моему, 35 коек Отделение на 35 коек И вот уже с того времени Служба стала динамично развиваться Первым главным врачом у нас был Дернов Не помню Ничего Значит Ну и где-то вот с 50-х 60-х годов Онкологический диспансер Уже и как онкологическая служба Стала развиваться более динамично Там уже начали открываться Онкопункты В районах области И появляться стали Онкологические койки При центральных районных больницах Это были крупные больницы Слободской Вятские поляны Котельнички Равчпецк То есть это были крупные больницы Все-таки Несколько раз Онкологический диспансер Переезжал с места на место На большевиков 55 было Здание тоже Там уже было И рентгеновская служба Была представлена Уже начиналась И радиологическая служба Развиваться То есть уже И диагностика стала Более качественной И точной И лечение стало уже Более таким Ну скажем Методики новые Начали применяться Впервые У нас здесь В Кировской области Сейчас точно не скажу Конечно год У нас была Произведена Пересадка Утологичного Костного мозга То есть это было В северо-западном округе Это было вообще Просто прорывом Уникальное явление Да Обязательно Это было прорывом В онкологической науке И даже Это транслировалось За границей Вот то что у нас Здесь были Операции эти проводились Сейчас конечно В 1987 году Это у нас Знаковое событие Когда Тоже как раз 30 лет Да Это было знаковое событие Когда Как раз было открыто Современное здание Онкодиспансера Которое расположено Вот сейчас По адресу Проспект строителей 23 Это было Огромное здание 9 этажей Стационарных Плюс поликлиника И там уже Оказывалась Вся специализированная Помощь онкологическая С того времени И до Сегодняшнего момента Вся специализированная Онкологическая помощь Оказывается только В нашем онкологическом Диспансере На сегодняшний момент Помимо нашего Диспансера Онкологическая служба Области Представлена 23 первичными Онкологическими Кабинетами Это центральные районные Больницы И поликлиники Города Кирова 23 Ну 23 Да Это официально открытых Где есть Врачи-онкологи Либо ответственные За онкологическую службу Планы по расширению Есть Обязательно Я вам даже сейчас могу сказать Во планах мы отдельно Конечно Во планах мы поговорим И у нас существует У нас трехуровневая Общая система Оказания помощи Пациентам Онкологического профиля Это вот Первичные онкологические Кабинеты Их 23 12 Межрайонных Онкологических центров Которые Основаны на Базе крупных Центральных Районных больниц И на базе Двух Поликлиник Это ККДЦ Кировский клинико-диагностический Центр И 7-я городская больница Города Кирова И наша специализированная Помощь в онкологическом Диспансере Представлена Можно с уверенностью Сказать Что вся Кировская область Она находится В этой системе Житель любого района Конечно Может обратиться Либо по месту жительства Если есть Да Перивычный онкокабинет Либо межрайонный Какой-то отдел Все правильно Все находится под контролем Тут отработана маршрутизация Как раз Как Надежда Анатольевна Сказала С недавнего времени Существует Трехуровневая система Организации Онкологической службы Простите А можем обозначить Это сколько лет Это было Это буквально Когда было начало положено С 2010-го года То есть это было принято Достаточно Недавно Но нужно сказать Что вот такая система Она позволила Отработать Маршрутизацию пациентов То есть Чтобы пациенты Не гуляли От первичного звена Сразу же до Областного учреждения А проходили Поэтапное Обследование У докторов Первичного звена Через онкологический Кабинет И поступали уже Для Оказания специализированной Медицинской помощи Уже в стенах Онкодиспансера Вот Сейчас можно сказать Что у нас Работают Онкодиспансер По 9 профилям То есть Это и Хирургическое Таракальное отделение Онкологическое Таракальное отделение Отделение Абдоминальной онкологии Отделение Онкомомологии Онкоурологическое Отделение Онкогинекологическое Отделение 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 патологии Головы и шеи Радиология Отделение Химиотерапии Круглосуточный Дневной стационар И поликлиническое Отделение Этого достаточно На сегодняшний момент Или опять же Планы Создания новых Отделений Внедрение Еще какой-то Специфики И в сравнении С соседними Крупными городами Мы здесь На каком месте Находимся По профилям Здесь очень тесно Вопрос граничит С коечным фондом Во-первых И возможности С количеством мест Возможность Размещения И возможности Реализовать Специализированную Помощь Именно в онкодиспансере То есть Если мы Говорим о том Чтобы расширяться В плане Коечного фонда То мы должны Понимать Что Этот вопрос Будет решаться Только если Мы сможем Реализовать Специализированную Помощь Включая Хирургическое Лечение Химиотерапевтическое И радиологическую Помощь Именно В числе Той же самой Оперативной Активности И Химиотерапии И радиологии То есть Нужно Получается Больше оказывать Объемов Медицинской Помощи Это все возможно На самом деле Потому что В этом году Наш диспансер Получил Лицензию На оказание Высокотехнологичной Медицинской Помощи Это впервые Кстати Поясните Впервые Произошло Операции Высокотехнологичные Это Если не ошибаюсь Ставит нас В один ряд С одними Из ведущих Учреждений Здравоохранения Такого уровня Кировский Онкологический Диспансер На самом деле Занимает Очень неплохое Место Среди Приволжского Федерального Огруга Учреждений Онкологического Такой Направленности И вообще В России Мы Даже Где-то так Ближе Наверное К лидерам Находимся По Методикам По диагностике Которая у нас Здесь В онкологическом Диспансере Осуществляется Вот Что дает Лицензия На оказание Высокотехнологичной Медицинской Помощи В этом году У нас Запланировано 250 Провести Операции То есть Высокотехнологичная Помощь Это операции Высокопрофессионального Уровня Так скажем Чтобы было понятно Людям Это операции Технологически Сложные Ну наверное Даже больше Лучше скажется В Гене Александре Нужно сказать Что Вы Собственно Непосредственно Оперируете Конечно Я абдоминальный Хирург То есть Ежедневно Провожу Операцию Значит Нужно сказать Что с 2014 года Произошла Закупка Оборудования То есть Опять же Благодаря Нашему правительству Министерству Здравоохранения И Настойчивости Наших главных Врачей В том что Закуплено Было Оборудование Для как раз Оказания Высокотехнологичных Операций Которые Включают в себя Органосохраняющее Лечение Это в первую очередь Потому что Как мы знаем Сейчас Требования К оказанию Онкологической Помощи Они очень высокие И требуют Не только Излечения Пациента От злокачественного Образования Но и Повышения Качества жизни В дальнейшем Продление А это Напрямую Зависит от того На каком уровне Оказана Медицинская помощь То есть Если раньше Выполнялись Большие Обширные Операции Они конечно Сейчас тоже Выполняются Но сейчас С оказанием Химиотерапевтического Постоянно Монитарируются Отчетная информация Всегда Предоставляется Экспертам Так вернемся Дальше К получению Лицензии Высокотехнологичная Помощь Открывает нам Новые горизонты В том плане Что мы Имеем право Оказывать Такую помощь Пациентам Из других регионов А вот как раз Недавно было Руководством области Заявлено Что неплохо Бы привлекать Да конечно И у нас И на сегодняшний день Обязательно На сегодняшний день У нас Бывают пациенты Из соседних регионов И сейчас у нас Как раз ведется Такая большая Компания Информационная Немножко даже За пределами области Рекламная Конечно И за пределами области И в области Да У нас на сайте Представлена информация Представлена информация На сайте Министерства здравоохранения Кировской области И у нас Разработаны Брошюры Сейчас Вот К 70-летию Нашей службы Вышел Онкологический вестник Приволжский онкологический вестник В котором тоже Размещена информация О нашем онкодиспансере С нашими возможностями То есть мы пытаемся Привлечь пациентов Из соседних регионов Для того чтобы Вот это как раз Будет расширять Возможности Объемы помощи Мы стараемся задействовать Максимально Средства массовой информации Поскольку Пациенты С соседних регионов Они уже давно Обращаются к нам За оказанием Специализированной помощи Но мы К оказанию Высокотехнологичной помощи Стали готовы Совершенно недавно И это в первую очередь Оборудование Это в первую очередь Конечно же Оборудование Потому что без Определенного Оснащения Эту помощь Оказать Ну практически Невозможно От персонала Это что потребовало Даже обучение Ну конечно Без оборудования Оборудования Без квалифицированного Персонала Такое невозможно У нас квалифицированные Кадры У нас постоянно По кадрам давайте Сейчас пройдемся Постоянно ведется Обучение Мастер-классы То есть Специалисты С федеральных Учреждений Сказания Нижний Новгород Москва Да То есть Постоянно Приглашают Наших докторов На проведение Мастер-классов И к нам Сюда приезжают Обучающие конференции Курсы К нам приезжают Консультируют В непрерывном режиме Что позволяет В общем-то Нам двигаться В шаг Именно С этими учреждениями Онлайн-связь Видеосвязь Безусловно Возможности Есть тоже такие Видеоселекторные Совещания Это проводится Все для того Чтобы Наша служба Кировской области Онкологическая Могла Приближаться К службе Федеральных округов А давайте Перечислим Сколько сейчас Докторов В диспансере Званий Профессора В настоящий момент В диспансере У нас работает 50 Работает у нас 40 онкологов Всего 96 врачей Различных специальностей Врачей Да 40 онкологов Всего В Кировской области На конец 2016 года 53 онколога Было Значит 8 заслуженных 8 Отличников здравоохранения Да 2 заслуженных врача Российской Федерации У нас работает На сегодняшний день 2 доктора наук Работает 4 кандидата Медицинских наук Есть потребность Чтобы пополнялись Кадры Обязательно Потребность Есть всегда И каким образом Это пополнение Происходит И будет происходить Ну это в первую очередь Проводится за счет Выделения мест На ординатуру По онкологии То есть Ежегодно Выделяются Бюджетные места За счет Федерального бюджета При котором На базе Онкодиспансера Организована Кафедра онкологии Где специалисты Как раз Проходят обучение В дальнейшем Специалисты Работают Либо в районе Либо в стенах Онкодиспансера В настоящее время Вот такие новички Новая кровь Она присутствует Конечно Безусловно Да Приходят каждый год Новые доктора Новые доктора Да Работают И очень Такие Целеустремленные Заинтересованные В профессии И глаза горят И это очень радует Наш медуниверситет Это основная Кузница кадров Если так говорить В основном Да Или из других регионов В основном Да В основном Да То есть Основная масса Медицинских работников Которые у нас Работают В онкодиспансере Это как раз Выбускники Кировской государственной Медицинской академии Медицинского университета Прошу прощения Хотелось бы Чтобы вы еще Рассказали о тех новшествах Которые произошли В кировском онкодиспансере А можно еще немножко Все-таки Про людей Про наших рассказать Это и их праздник Потому что Кадры решают Все на самом деле И например Кировский онкологический Диспансер Может один из немногих Если даже не ошибусь По-моему Из 35 Вообще в России Пора похвастаться тем Что у нас есть Детский онколог Да Об этом тоже стоит То есть у нас Очень опытный доктор Приятно Простите Простите Один Да Один детский онколог Да Ну нам достаточно На самом деле Потому что Детский онколог Это такая профессия Когда детки болеют Это всегда очень тяжело Желательно Тем более Когда это Заболевание Онкологическое Это вдвойне тяжелее И родителям И поэтому доктор Должен быть очень чутким Очень внимательным И очень понимающим Проблему семьи Поэтому наш Наша доктор Она очень В этом отношении Помогает своим пациентам Маленьким И их родителям Кроме того Опять же со всей области Конечно Конечно И не только из области Из соседних регионов К ней тоже приезжают Опять же В нашем Онкодиспансере Работает Доктор Психотерапевт С недавнего времени У нас открыта Горячая линия С нашим доктором Амарой Ольгой Владимировной Она Консультирует Пациентов По интересующим Их вопросам И не только Пациентов Но и их родственников Она проводит Школы здоровья Она проводит Групповые методы И использует Индивидуальные методы В своей работе Индивидуально Консультирует То есть замечательно У нас доктор Психотерапевт Можно обращаться Ну и не могу Не похвастаться Что например В 2015 году У нас Наш Эпидемиолог Леонора Викентиевна Бельтюкова Заняла третье место В России В номинации Лучший санитарный врач России А в 2017 году Хлебникова Светлана Александровна Заведующей поликлиникой Нашего онкодиспансера Заняла третье место Тоже Во всероссийском Конкурсе Врачей В номинации Лучший онколог России То есть у нас Замечательные кадры И это очень Хорошие учителя Для молодого Подрастающего поколения Поэтому вот я хотела бы Отметить вот этих Коллектив Это безусловно Так взбодрит Встряхивает Тогда таких успехов И такое признание Конечно И молодежь видит Что раз врачи Которые вот уже Обладая таким опытом Имеют такие большие успехи И в России Так и у них есть стимул Стремиться к лучшему Давайте еще поговорим О тех изменениях Которые прошли В последнее время Поговорили о закупках оборудования Какие вот еще Такие знаковые Ключевые моменты Можно сказать Что у нас внедрены С недавнего времени Новые оперативные методики То есть у нас начали проводиться Радикальные простатоктомии Пациенты со злокачественным Новообразованием Предстательной железы Раньше на территории Кировской области Лечились только лучевой терапией Практически Конечно Стандарт это входит И не противоречит Оперативной технике Но тем не менее По клиническим рекомендациям Есть группа пациентов Которые именно Показана радикальная простатоктомия Кроме того В связи с тем Что мы тесно Контактируем С коллегами С других регионов Опять же Нам помогли внедрить В практику Операцию Расширенной гистероктомии С лимфоденоктомией Это операция Вертгейма При опухолевых заболеваниях Женской половой сферы А именно Ракошейки матки Кроме того У нас проводится Установка Венозных портов Для проведения Системной химиотерапии Это тоже можно отнести К высокотехнологичной помощи Проводится Благодаря В общем-то Докторам наук Проводятся Различные методики В абдоминальной хирургии Которые Направлены на то Чтобы В отдаленном периоде Пациенты У пациентов Качество жизни Было Намного лучше Чем При Оказании Стандартных методик Кроме того Нельзя сказать Конечно И Не упустите Из внимания И про скрининг То есть С недавнего времени В практику Введена Централизация Жидкостной С 1 января 2017 года Введена Централизация Скрининга Рак и шейки матки Все заборы На цитологию При Анализе Смотрового кабинета Проводится Анализ Внутри Онкодиспансера Этот Скрининг Он себя Уже Оправдал То есть Проведено Уже Около 160 тысяч Этих Исследований И Результат На самом деле Очень хороший Эффективность Вырос Выявление И опухолевых Заболеваний На Опухолевых Заболеваний И фоновых Заболеваний На 30% Практически В плане Внедрения Скрининга И других Заболеваний В частности Колоректального Рака Нужно Помнить Что Конечно Не для всех Локализации Онкопатологии Принята Скрининговая Программа И поэтому Все-таки Большую Долю Выявления Онкозаболеваний Ложится На Врачей Первичного Звена А именно На информирование Пациентов О Злокачественных Новообразованиях А также На высокую Эрудированность Врачей Первого Контакта А именно Врачей Хирургов Врачей Терапевтов Врачей Общей Практики Лор Врачей Дерматологов И так далее Ну вот Сейчас такая работа Проводится В том числе И благодаря вам Когда вот именно Врачи Первичного Звена Должны Максимально Точно Определять И направлять Уже на дополнительные Исследования У нас Проводится Постоянно В постоянном режиме Проводится Акция Называется Онкопост Я хотел отдельно Давайте напомним О сути Онкопост Да То есть Это массовая Скрининговая Программа Которая введена Была с 2014 Года Заключается Она В выездной Комиссии В которой Главное Участие Конечно Принимают Врачи Онкологи Но тем не менее В составе Комиссии Выезжают Доктора И Тех Доктора Лечебных Учреждений В которые Выезжает Акция Онкопост И в первую очередь Это доктора Тех учреждений В которые Мы выезжаем С целью Их обучить Обучить То есть И параллельно Проводятся Мастер-классы И обучающие Конференции Значит Нужно сказать Что с 2014 По 2017 Год Проведено Значит 20 таких Акций Онкопост В результате Чего Зафиксировано Около 10 тысяч Пациентов Осмотрено Да Из которых 20 пациентов Уже Получили Специализированную Помощь Онкодиспансере То есть Это те пациенты У которых Были выявлены В результате Акции Заболевания В плане Онкопатологии Акция Онкопост Она бессрочная Насколько я понимаю В настоящий момент Продолжение Не имеет Предела Конечно Не имеет предела То есть На сегодняшний день Акция запланирована Будет продолжаться И в 2017 Году запланировано Еще как минимум Два выезда И в 2018 Году Эта акция Будет продолжаться То есть Пока она востребована Это будет работать То есть Это все В рамках Региональной программы Онкологии Нас остается Не так много времени До конца беседы Все-таки Хотелось Вот сейчас Отдельно на планах Сосредоточиться Онкологической службы Ближайшая перспектива Что ожидать Пациентам В том числе В каком направлении Расширение Новые виды помощи Новое оборудование Опять-таки Безусловно Это повышение Качества Онкологической помощи То есть Все равно Несмотря на то Что Постоянно проводятся Обучающие Семинары Сертификационные циклы Онкологов Все-таки Недостаточно В Кировской области Поэтому В планах Укомплектовать Все медицинские Организации Врачами Онкологами В дальнейшем Работа Над Показателями Онкослужбы Над эффективностью Над эффективностью Да На самом деле Мы в этом году Уже достигли Определенных Положительных результатов У нас Они Ну пока Медленно Но верно Все-таки Идут Так скажем С положительной Тенденцией К улучшению Тех Которые надо Улучшить И Ну надо Понимать Просто Что наши Показатели Они не быстро Действующие Это все-таки Отдаленные Результаты Но мы над этим Работаем Я правильно Если неправильно То уточните Понимаю Что число Выявленных Заболеваний Такого рода Увеличивается Благодаря Как раз таки Расширению возможностей Появлению Нового оборудования Методик Диагностики И так далее И это тоже Здесь фактор тоже Играет большой Нужно сказать Здесь Что методы Лечения Именно Они большую роль В онкологические Показатели Как правило Не несут Основная масса Онкопатологии Должна диагностироваться У врачей Первичного звена И Около 50% Злокачественных Опухолей Составляет у нас Опухоли визуальной Локализации Которые Для диагностики Не требуют Кроме Больших усилий Никаких Да Никакого Дополнительных Затрат Высокотехнологичного Оборудования Не требуют А достаточно Лишь Тщательного осмотра И физикального Обследования То есть И достаточно Оперативно Можно уже Направить человека К соответствующему Да, конечно Безусловно Еще о планах Если есть что сказать Очень большие планы По тому Что профилактика Мы хотим Чтобы профилактически Все-таки У нас развивалось Это и Профилактические Осмотры различные Которые проводятся В поликлиниках И конечно Хотелось бы Уделить большое внимание Диспансеризации Определенных Групп взрослого Населения Которое сейчас Достаточно эффективно У нас начинает работать И это на самом деле Очень хороший инструмент Для того Чтобы выявлять Не только Онкологические заболевания Но в том числе И наши И в ранних стадиях Что позволит нам И лучше пролечить Качественные пациенты То есть мы даже Его вылечить можем И улучшить его качество жизни И продлить его жизнь То есть это вот Как раз Показатель долгосрочной Это выживаемость В течение 5 лет 10-15 лет И так далее Поэтому я бы хотела Призвать всех людей Быть более ответственным К своему здоровью На самом деле Если ты сам о себе Не позабочишься Врач Тебе в общем-то Не всегда сможет помочь Поэтому ответственность Надо в первую очередь Нести за свое Собственное здоровье Самому Для этого и придуманы Все вот эти Профилактические мероприятия Диспансеризации И так далее Это не затрачивает Очень много усилий Своего Своих Прийти в поликлинику И пройти все необходимые Тесты и обследования Но по крайней мере Ты будешь знать о том Что ты здоров А если ты не очень здоров То тебе помогут И подскажут В чем нужно полечиться И как нужно сделать так Чтобы ты стал здоровым Естественно Это развитие Скрининговых методов Обследования Помимо того Что у нас будут Новые методики Лечения применяться То на скрининг Все-таки мы хотели Тоже очень большое Внимание уделить И это вот именно Как уже говорил Евгений Александрович Это колоректальный рак Также мы хотим Хотим внедрить Все-таки Скрининг На раннее выявление Ракопредстательной Железы у мужчин То есть это те локализации Которые мы действительно Можем эффективно Качественно полечить Кроме того При поддержке Ассоциации Онкологических учреждений Приволжско-федерального округа И в частности Главного онколога Приволжско-федерального округа И Республики Татарстан Хасанова Рустама Шамилевича Сейчас идет работа Над региональной программой По онкологическому Как раз Развитие онкологии Службы онкологической В Кировской области И в этой программе Как раз упор делается В основном На развитие Вот именно Скрининговых методов Обследования пациентов Чтобы Для раннего выявления Это перспектива Скольких лет Ну Мы рассчитываем На то что На три Ну возможно На пять лет И если все хорошо И при поддержке Нашего правительства Возможно В следующем году Эта программа Будет уже рассмотрена Надо еще раз Уточнить Да Вот Даже при внедрении Данных скрининговых программ Оценить мы эти результаты Не сможем сразу То есть Онкологические показатели Они в первую очередь Опираются На выживаемость Поэтому Для этого Нужны годы Чтобы дать Объективную оценку Объективную оценку Да То есть Три-пять лет Вот это сроки Для онкологии А так Изменения у нас Замечательные У нас информатизация Произошла То есть Сейчас все У нас Электронный регистратор Электронная очередь Кругом Для пациентов Все улучшено Наша поликлиника Вошла В проект Бережливой поликлиники Отлажена маршрутизация Пациенты Находятся в очереди Гораздо меньше Чем раньше Электронный регистратор Электронная очередь Функционирует В стационаре Работают Модули аптека Работают шаблоны Медицинских Назначений Листов назначений Поэтому Информатизация У нас Уровень информатизации У нас растет Может быть Несколько провокационный Еще вопрос Может быть Расширяться При таких-то планах Может физически Площадей Еще не хватает Хотелось бы Это большая мечта Мечты обычно Воплощаются в реальность Главное в это верить В честь круглых дат Можно сейчас загадать О том Конечно Давайте Это будет наше желание Которое пусть сбудется Еще один вопрос Наверное Последний Понимаю прекрасно Что работа врача Онколога Это бесконечный Да Стресс Как и у многих Других врачей Но Постоянная встреча Да С такими Тяжелыми случаями Постоянное напряжение Как Где отдушина У вас Как вы Поддерживаете себя В таком Работоспособном Состоянии Чтобы идти к пациентам И выполнять свой долг Я наверное Больше здесь скажу Как хирург Да То есть Когда пациент Приходит К тебе С жалобами Когда у него Диагностируется Злокачественного Образования Неволе приходится С ним общаться В постоянном режиме Как с ним И с его Родственниками Проходит Достаточно Много времени Теряешься С пациентами В результате Их бесед Проводишь операцию Но увы Это нужно делать Конечно Общение Особенно с нашими Пациентами То есть важно Наладить контакт Потому что Наши пациенты Они не всегда бывают В положительном Эмоциональном состоянии Да И тут Очень важно Тактично Предоставлять Пациенту Информацию О своем Заболевании Очень Большая Отдушина Для врача Для врача Да Бывает Когда пациент Поправляется После больших Расширенных Операций Когда пациент Встает С постели Больного Когда он Реабилитируется И приходит К тебе На контрольную явку Например Уже Не через Три месяца А уже Через Три Пять лет И вот Тут вы Понимаете Это Самая Большая Благодарность Для доктора Это самое главное Когда вот такая Благодарность И видеть Пациента Живым и здоровым Спасибо большое Я присоединяюсь Тем поздравлениям Которые прозвучали В начале нашей программы В адрес ваших коллег Еще можете Кстати добавить Если есть что добавить Всех с праздником Завтра у нас Большое Как раз Завтра у нас Большое Трожественное событие Завтра у нас Большая Научно-практическая Конференция на которую Приглашены гости Из Привовска Федерального округа Приедут представители Из Москвы Из Санкт-Петербурга Затем у нас Будет хорошая Торжественная Большая часть Которая будет проводиться В Кировском Драматическом театре Будут присутствовать Первые лица города И области Ну и вечером Будет замечательный Вечер Для сотрудников Для гостей С песнями Танцами Всех приглашенных ждем Спасибо Всех Обычные люди Наши врачи В том числе Долгих вам лет Здоровья конечно же Спасибо Больших успехов Всего доброго На этом программа Слушайте доктора Завершается Наши гости Надежда Буркова Заведующая Организационно-методическим отделом Кировского областного Клинического Онкологического диспансера И Евгений Глушков Главный онколог Минздрава Министерства здравоохранения Кировской области Спасибо Всего доброго Спасибо Слушайте доктора Имеется противопоказание Проконсультируйтесь у специалиста